Дневный разворот Дневный разворот Дневный разворот Дневный разворот Дневный разворот Дневный разворот которая была установлена Министерством строительства Российской Федерации. В текущем году по городу Кирову голосуются 9 объектов общественных территорий, которые планируются для дальнейшего благоустройства в рамках данной федеральной программы. Это 9 общественных территорий, которые попали в рейтинг по результатам и заняли одни из самых первых мест по результатам голосования в 2021 году. И как раз в 2022 мы отбираем дизайн проекта благоустройства территорий. Напомню, наверное, несколько знаковых таких общественных территорий. А тут, как вы уже сказали, театральная площадь с прилегающими территориями сейчас голосуются с точки зрения дизайн проекта. Александровский сад с набережной Гриной в этом же числе. Ну вот территориальная, если удаленная, брать территории. Северная набережная. Я могу перечислить, да, вам помочь. Открылась у тебя, да? Да, у меня нет. На сайте госуслуг. Маршала Конева в Ленинском районе, набережная Северная в Октябрьском районе, театральная площадь уже упомянутая. Микрорайон ДСК, Первомайский район, Александровский сад, общественная территория по Риму-Юровской в районе дома номер 5. Тоже поговорим об этом. Сквер на улице Заводской у дома номер 1. Это на Авиатском районе парк на Авиатского ЛПК. Да, все верно? Все верно. И аллея по Ленина в Ленинском районе города Кирова. Это дома 160 дробь 4 и 188 дробь 4. Это район Гринхауса. Или еще дальше. Это березовая роща, так называемая, на склоне как раз в районе Солнечного берега. Березовая роща за, ну, как мы принято еще, принято говорить за одним из корпусов нашего опорного университета. То есть тот корпус в Чижах, так называемый знаменитый, да? Да, да, да. Понятно. У меня, когда я смотрела этот список, была, там, я не знаю, какая-то странная такая мысль о том, что это немножко неравнозначное пространство. То есть вот театральная площадь, Александровский сад, это вроде места отдыха всех горожан, да, куда мы приходим на праздники, на какие-то общегородские. А березовая роща? А березовая роща, это все-таки как-то больше для местных жителей. Ограниченный доступ. Это по разным номинациям, что называется, эти проекты идут? Или это все вместе? Ну, смотрите, еще раз напомню, мы вот как раз в 21-м году составляли именно рейтинг территорий, которые вошли там, вот в 27 территорий, которые у нас благоустраиваются в рамках данной федеральной программы. Есть территории, которые, так скажем, локальные, да, там вошли и тротуары, которые мы в текущем году делаем, вошли и большие знаковые объекты, в том числе и театральная площадь, и вот различное удаленное общественное пространство. Вторым этапом вот по этим пространствам как раз является голосование за дизайн проекта. То есть вот как раз и березовая роща на Ленина, и театральная площадь, они прошли отбор с точки зрения там первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое, пятнадцать. То есть они абсолютно равноправные? Они на сегодняшний день равноправные с точки зрения благоустройства. И как раз вот вторым этапом было предусмотрено именно выбор дизайн проектов, наполнение этих территорий. То есть в данном случае, ну, наверное, правильно, что театральная площадь это для каждого жителя города, она как центральное место проведения. Но, тем не менее, там с точки зрения альтернативы благоустройства могут быть и иные пространства, которые являются, это же Северная набережная, это же Березовая роща, парк ЛПК в Нововятском районе. То есть здесь, кроме театральной площади, жители могут еще и выбрать иные территории с точки зрения дизайн-проектов. Тогда я запуталась еще больше. То есть там у меня на госуслугах открывалось девять объектов. Все верно, девять территорий. И продолжается открываться, да. Да, а выбирать, сколько можно, голосовать можно только за одну какую-то или можно проголосовать за несколько? Можно проголосовать за несколько, понравив, хоть за все дизайн-проекты. Можно выбрать тот или иной дизайн-проект. Еще раз отмечу, вот эти территории, девять, они по результатам голосования в двадцать первом году, они уже включены в федеральный проект, но на сегодняшний день не определен точный период. То есть мы сейчас определяем дизайн-проекты, чтобы после голосования за дизайн-проекты этих территорий перейти уже, так скажем, в проектно-изыскательские работы, чтобы готовить проектно-сметную документацию. Ну вот, приведу пример, это как раз два парка, парк Гагарина и Паркирова, которые проходили рейтинг в том году, заняли первые позиции. Уже после этого голосования по ним была подготовлена проектно-сметная документация, получено заключение государственной экспертизы. И вот, соответственно, уже эти объекты близки к практической точке зрения для реализации. Соответственно, уже в голосовании этого года этих объектов нет. И сейчас определяется как раз период и этапность реализации этих больших и самых, наверное, знаковых на сегодняшний день объектов благоустройства. Когда вы говорите, определяется период и этапы реализации, имеется в виду, как я понимаю, когда у нас деньги появятся, да? Сейчас, видимо, основной вопрос. На сегодняшний день вот вся, так скажем, документальная часть, предшествующая работам по благоустройству на территории, она проведена. Разработана проектно-сметная документация, проведены различные этапы, которые этому предшествуют. Мы в декабре 2021 года прошли государственную экспертизу двух этих больших проектов. Напомню, что по результатам как раз разработки документации стоимость благоустройства и реконструкции парка Кирова составляет порядка 600 миллионов рублей парка Гагарина, там более 200 миллионов рублей объекты. Сами по себе, с точки зрения реализации и стоимости очень серьезная. Мы сразу еще на первом этапе оценивали, что парк Кирова за один сезон, за один год, ну физически его не сделать, с учетом, что там есть сезонная работа, которая как минимум два этапа и два года займут. И вот сейчас, как раз получив эти проекты, получив окончательную стоимость, мы в том числе уже организована работа и с правительством области, и с федеральными органами, с министерством строительства как раз по определению источника финансирования, чтобы нам понимать, в какой период, в какой этап мы начнем эти работы. Можно уже приступать, будет непосредственно к работе. Как только будет урегулирован вопрос по источнику финансирования, мы понимаем, что это как минимум два года. Работы с Айби, да? Работ, но если мы берем парк Кирова, это 100% два года работ, потому что, ну еще раз повторюсь, за один летний период при таких климатических условиях в городе Кирове такой объем работ вряд ли получится сделать. Тем более, что у нас есть там особенности в виде водных объектов, иных объектов, которые требуют более длительного времени для благоустройства. Время известно, когда вопрос с финансированием должен быть уже решен. Да, я вообще хотела спросить, а в ряды какие есть? На сегодняшний день мы, как я уже сказал, этот вопрос с вышестоящими органами и с правительством, с федеральными органами прорабатываем. Как только информация будет более такая, ну четкая, конкретная по финансированию, я думаю, что мы это озвучим. Но мы рассматриваем для себя возможность реализовать начало работ по реализации одного из проектов, в том числе и в 2022 году. Сейчас трудно сказать именно о месяце, но, по крайней мере, вот как на комиссии Думы на этой неделе мы информацию докладывали по прудам в парке Кирова. Ну, можно, как пример привести, в течение июня может быть какая-то информация более... Вот, Дмитрий Александрович, я отклоняюсь, пожалуйста, от микрофончиков. Хотя бы каким-то, возможно, подготовительным работам приступать в этом году. Ну, давайте, раз уж мы про парк Киров. Я просто, подождите, я хочу уточнить, насколько я помню, когда мы голосовали за эти объекты, говорилось тогда, что финансирование будет в рамках программы формирования комфортной городской среды, деньги придут федеральные, то есть сейчас есть... Этот вопрос сейчас в рамках этой программы мы... Как раз, как раз, да, дело за этим и стоит сейчас. ...определяемся по периодам финансирования. То есть на сегодняшний день, еще раз обозначу, на сегодняшний день текущее средство субсидий, которое выделено и на благоустройство дворов, и на благоустройство тротуаров и общественных пространств, учитывая стоимость проекта благоустройства двух парков, их в полном объеме недостаточно. Соответственно, мы ведем речь о дополнительном источнике финансирования в рамках этой программы, о целевом финансировании. Ну, раз уже заговорили мы про парк Кирова, давайте напомним слушателям, ну и про парк Гагарина, соответственно, что там планируется сделать. Ну, проект благоустройства, который разработан... Я понимаю, да, что проект уже был показан, да. ...и который в том числе проходил стадию и соучаствующего проектирования, на самом деле, включает в себя, по сути дела, реконструкцию этого парка. Ну, наверное, самая проблемная на сегодняшний день зона, это зона как раз пешеходная вблизи водных объектов, нижнего и верхнего прудов. И первым этапом как раз начала реализации, при всех обстоятельствах, которые связаны с финансированием, мы планируем как раз начать с этой территории. Ну, проще говоря, берега водоемов обваливаются, да. Берега укрепления, в первую очередь, благоустройство, восстановление дорожек, лестничных сходов, иных элементов, которые требуются. Там много аварийных деревьев, в том числе. Ну, дополнительно озеленение, освещение, малоархитектурная форма. По сути дела, на сегодняшний день инфраструктура, особенно вот этой части парка Кирова, она полностью изношена и даже периодами небезопасна. Соответственно, вот первым этапом реализации мы рассматриваем как раз эту территорию. Возле прудов? Возле прудов, всю пешеходную зону, которая там сопутствующая. Будут ли предполагать эти работы, ну, что называется, спуск водоемов? В любом случае, при производстве работ это предусматривается, потому что при наличии водной поверхности в производстве работ, ну, эти работы качественные, и как они задумывались, не сделать. То есть это чистка непосредственно территории, которая сейчас под водой находится? Подребуется, в том числе, чистка и дна, потому что на сегодняшний день загрязненность, она присутствует после зимнего периода. Хоть эти работы по очистке глади пруда проводятся, но, тем не менее, дно само по себе требует чистки. Ну, соответственно, и при благоустройстве, в общем, территории парка Кирова эти мероприятия также будут проводиться. А что дальше? Ну, то есть после береговой линии? Там я помню, когда обсуждали, что вы начинаете, это много всего. Следующими этапами это уже, вот, если мы не говорим о территории вблизи водных объектов, это следующий этап, это вся территория парка, она разбита функционально по различным зонам. Это и зона отдыха, и зона тихого отдыха, зона развлечений, прогулочные зоны. То есть вот как раз следующие этапы, следующие два этапа, это благоустройство оставшейся части парка Кирова. Но, еще раз повторюсь, это самая большая территория в городе с точки зрения паркового пространства. Да, самый большой парк, да. И, все-таки, мы рассматриваем, что это будет как минимум двухлетняя реализация этого проекта. Ну, по крайней мере, вот, в проектной документации, в том числе, это также предусматривается. Есть ли какие-то договоренности предварительные с действующим там бизнес-обработающим или с какими-то, не знаю, там, новыми интересантами по размещению каких-то, не знаю, там, инфраструктурных объектов, кафе, еще чего-то? Ну, здесь, наверное, в любом случае стоит говорить о том, что как только будет ясность о периоде начала конкретных работ на объекте, мы проведем предварительную, в том числе, и встречу со всеми, так скажем, интересантами этого парка, которые на сегодняшний день там находятся, чтобы эти работы, в первую очередь, синхронизировать по благоустройству, ну, и, в том числе, учитывать места размещения, которые фактически сейчас есть и которые планируются после благоустройства. Потому что, еще раз повторюсь, практически два года была разработка этого проекта, обоих проектов, и Гагаринского парка, и парка Кирова, и постарались максимально учесть большинство интересов, которые высказывались при благоустройстве. В любом случае, любая реконструкция, любое благоустройство, оно какие-то изменения предусматривает, но это как раз направлено, чтобы нам в конечном итоге получить на этой территории парковое открытое пространство, которое еще больше будет притягивать людей для прогулок, для отдыха. Документы готовы, вопрос с финансированием остается решить, как один из ключевых, и затем выходим на процедуру, как обычно, поиска подрядной организации, да? Да, действительно, как только будет урегулирован вопрос по финансированию, следующий этап это определение подрядной организации, заключение муниципального контракта и уже планирование работ на конкретном объекте. А искать будут также точно по 44-му ФЗ, да? Это через процедуру торгов по 44-му закону. На сегодняшний день, в принципе, конкурсные процедуры, они довольно-таки сокращены сроком проведения. Здесь не сильно много времени это займет, но... Меня-то больше напрягает история даже не со сроками, а с тем, что фактически мы в такие условия поставлены, что вынуждены будем выбрать того подрядчика, который предложит наименьшую цену. А вот как там с качеством и какие гарантии, что... Вопрос с подрядной организацией на самом деле для нас на сегодняшний день также он первоочередной, потому что в таких объемах на территории города, наверное, не планировались такие работы, такого проекта именно с точки зрения общественных парковых пространств не было. Пока более, так скажем, локальные, менее затратные объекты реализуются. Ну вот подрядная организация, которая могла бы это сделать, мы сейчас потенциально рассматриваем, какие организации местные это могут сделать. Ну, по крайней мере, процедура торгов, она в любом случае урегулирована, опять же, федеральным законом эти процедуры. А невозможно как-то прописать какие-то вот... Ну вы же все равно пишете конкурсную документацию. Невозможно прописать какие-то там вещи, которые позволят нам выбрать действительно достойную компанию. То есть не то, чтобы там какие-то условно, ну не знаю, там конкурентные вещи, которым ФАС может придраться, да, а какие-то... При формировании закупки и технического задания, и условий торгов мы, конечно, максимально прописываем, в том числе и условия, которые повлияют на качество отбора подрядчиков, что есть и процедуры, связанные на стадии отбора и подачи заявок с обеспечением контрактов, да, то есть не каждая организация, например, сможет обеспечить контракт определенной суммой денег. Соответственно, и эти рычаги используются, и кроме этого максимально будем, конечно же, прописывать качественные характеристики при формировании... Ну тут же надо понимать, да, что масштабы работ настолько велики, что и серьезные человеческие ресурсы должны быть у подрядчика, и парк техники тоже очень большой, и много-много-много разных сопутствующих нюансов, да. Да, извините, мне кажется, и бэкграунд какой-то должен быть, то есть все равно у этой компании должны быть какие-то примеры уже сделанных объектов. Если вспоминать тот же сквер на пересечении Карла Маркса и Профсоюзной, да, где у нас ижевский подрядчик работал, и откуда, да, ижевский, возникли сложности с тем, чтобы до конца довести начатое, ну вот, да, конечно... Ну, с Кочеровским парком, насколько я помню, были проблемы, да, не хотелось бы еще раз провести через это. Конечно, мы, как никто, заинтересованы, чтобы подрядчик был надежный, он подал собственными силами и средствами, ну, соответственно, будем рассчитывать. Да, на время проведения работ очень важный момент, я думаю, Дмитрий Александрович, доступ в парке будет каким-то образом закрыт, ограничен, то есть выставлены аншлаги, ведутся работы, вот сюда, пожалуйста, не ходите. И нельзя забывать, что этот парк, это территория, через которую люди дорогу сокращают с Октябрьского проспекта за улицу Горького. То есть вопросы безопасности тоже очень важны. Это безусловно, у нас в проекте также предусмотрено на период производства работ, конечно же, это, по сути дела, большая строительная площадка, понятно, что это будет поэтапная реализация, как это предусматривается, и проектная документация, конечно же, это ограждение, закрытие доступа в место производства работ, но это при реализации, конечно, все будет обеспечено, потому что парк на самом деле используется и как транзитная зона, и мы при производстве определенных небезопасных работ, конечно же, должны ограничить и прекратить доступ людей для прогулок по этим территориям. Это будет обеспечено уже, когда... Когда работы дочерутся. Проектом запланировано, в том числе, и новое зеленое насаждение, да, ведь спилка ветхий деревьев, высадка новых. Довольно-таки значительно предусмотрен объем уборки старых аварийных деревьев, на самом деле, которые там сохраняются, они небезопасны с каждым годом, и обновление, в том числе, зеленых насаждений. Ну, это в том числе к тому, что, может быть, не знаю, как это законодательство, конечно, как-то коррелируется с законодательством, но, может быть, предусмотреть возможность какой-то участок простым жителям отвезти, знаете, чтобы... Под огородики? Нет, не под огородики, а под место, где любой желающий посадил бы, да, чтобы вот его вклад в благоустройство парка имени Кирова. Тут же надо понимать, что 650-летие еще грядет впереди. Можно же действительно это продумать, то есть выделить какую-то площадку, где можно будет сажать деревья. Вот конкретный человек, там, Иван Иванович Петр Петрович, да, поучаствует. И потом уходит и ухаживает за эти деревья. Эти варианты, я думаю, что они приемлемы, рассматриваемы. Сейчас главное, чтобы у нас вот этап, на котором мы сейчас находимся, по механизмам реализации, по источникам финансирования, ну, как бы в ближайшие периоды все равно определиться. А в проекте, кстати, нет ничего такого необычного. Я вот вспоминаю сейчас про моду на городские огороды и про то, что можно было бы действительно выделить какой-то участок, где городские дети, у которых нет бабушек в деревне, не могли бы приходить и смотреть, как растет лук, морковка, еще что-то. Если я не ошибаюсь, на территории парка Кирова... А вот жаль, жаль. Ну, ведь смотрите, пожар благоустройства, он, который разработан, он может быть и должен быть реализован, но последующие какие-то отдельные локальные мероприятия по благоустройству, они тоже возможны и по развитию, и наполняемости этого парка. Сейчас мы в первую очередь говорим, чтобы восстановить и благоустроить инфраструктуру, в первую очередь, пешеходную, элементы какие-то сопутствующие, чтобы именно это была территория приемлемая для прогулок и для отдыха. А сейчас во многих местах... Слушайте, изначально по парку Кирова, по-моему, другая сумма фигурировала. Она была поменьше, нежели вот ту, которую вы сейчас озвучили, 600 миллионов. А все подорожало, Володя? Смотрите, примерно порядок цифр, он был такой, в процессе госэкспертизы, с учетом проверки сметной стоимости, сумма корректировалась, но вот конечные эти элементы благоустройства и все работы, которые объемы заложены, вот на сумму 600, если не ошибаюсь, 20 миллионов. 600, да, с лишним миллионов рублей, просто не возникли этой ситуации, когда цены на материалы изменятся еще, да, в эти ближайшие два года, пока будет ремонтироваться, благоустраивается парк, и как-то на конечном результате скажется. Тоже интересный вопрос. Есть, кстати, возможность заложить туда какое-то возможное повышение стоимости, если вдруг действительно света будет расти? Смотрите, здесь ситуация в следующем, что сейчас при, так если порассуждать, при выделении средств понятно, что мы будем формировать закупку, используются в том числе определенные, так скажем, дефляторы, либо индексы при формировании закупки в текущих ценах, то есть эти механизмы, они предусмотрены. Все единственное будет зависеть, опять же, от источника финансирования, которые будут выделены. А парк Гагарина? В парке Гагарина, там и поменьше работают сумму, поменьше. Они, кстати, друг другу не мешают, у нас два парка, а друг у друга эти деньги не будут отбирать? Смотрите, наверное, мы для себя все-таки видим в приоритете начала работ в парке Кирова, потому что там небезопасная уже ситуация с прогулками. И ничего не делали там, да, в отличие от парка Гагарина? По парку Гагарина такая же работа сейчас организована по отделению финансирования, но мы видим, что территория парка Гагарина, она и с точки зрения рельефа проще, это пространство, про сути дела, прямое, в одной плоскости, нет там таких особенностей рельефа, как парк Кирова, нет водных объектов. И как только, опять же, вопрос по... И площадь поменьше, да? И площадь поменьше, притом в разы. И состояние, в принципе, и дорожек там, и определенных элементов, оно намного лучше, чем в парке Кирова. Но в парк же вкладывались, в парк Гагарина же вкладывались, да, что-то делают на последние годы. И, соответственно, после, опять же, определения источника финансирования, думаю, по парку Гагарина такие же работы, они будут организованы. Но еще раз акцентирую, о чем мы говорили на этой неделе, и Дмитрий Валерьевич говорил. Глава администрации. В очередной задаче для себя мы сейчас видим первый этап начала работ по благоустройству парка Кирова. Потому что очень много идет нареканий и обращений именно по состоянию пешеходной территории, вот как раз вблизи водных объектов. Вот, кстати, вопрос тоже по срокам, да? Я так понимаю, что если получится определиться с финансированием, то работы в парке Кирова начнутся в следующем году. Или уже в этом? Ну, Дмитрий Александрович выразил надежду на то, что чем раньше, тем быстрее удастся приступить к работе. Все-таки что-то уже начать делать, да? Потому что вы говорите про два года, если начинать в следующем году, а 24-й год это год юбилея, как-то не хотелось бы юбилей встречать в перекопанном парке Кирова, в недоделанном локации. Любому жителю города, да. Вот, хорошо, значит, с парками понятно. Теперь к тем объектам, за которые сейчас голосуют. Ну, во-первых, конечно, театральная площадь. Я посмотрела вчера визуализацию. Не очень много, кстати, картин по театральной площади, но там их, по крайней мере, пять. У Александровского парка, по-моему, всего две выложены на этом сайте, и вообще непонятно, что будет. Ну, что касается театральной площади, тут еще два дизайн-проекта, номер один и номер два. Я, кстати, не поняла, что они отличаются друг от друга. Смотрите, сейчас... Почему именно два, да, проекта? Вот те девять территорий, которые сейчас голосуются, именно размещены по каждой территории два дизайн-проекта. Ну, разница в том, там различная наполняемость по элементам благоустройства. То есть и по театральной площади есть дизайн-проект, который именно говорит о театральной площади, есть дизайн-проект там с прилегающими территориями. То есть здесь также дается на выбор. По сути дела, ну, если посмотреть два этих дизайн-проекта, ну, концепция самого благоустройства театральной площади и прилегающей территории, она выдержана, ну, как бы в одном стиле. Просто есть, если присматриваться, есть наполняемость разная по элементам благоустройства по территориям. Также и по другим территориям обозначен, так скажем, концептуальный подход, что бы могло быть. Соответственно, после голосования за дизайн-проекты, я уже отметил, мы перейдем к процедуре проектирования. Процедура проектирования после этого будет включать, вот как мы делали по парку Кирова и по парку Гагарина, в том числе на основании тех концепций, которые наберут наибольшее количество голосов. Именно процедуру, первое, это соучаствующее проектирование, да, вот которое мы использовали. То есть, горожан будут спрашивать. Да, то есть, концепция, которая сейчас голосуется, она может, ну, претерпеть какие-то изменения. Но вот те концептуальные предложения, которые вынесены на голосование, на сегодняшний день, ну, представляются в таком виде. Это не говорит о том, что 100% в таких элементах это останется, с учетом начала проектно-изыскательских работ, какие-то корректировки, они возможны. Потому что, опять же, процедура соучаствующая проектирования, выявление пожеланий жителей, либо интересантов этих территорий, они учитываются в том числе уже при проектировании конкретных проектных документов. ВУЗ планируете привлекать как-то к этим работам? Потому что все-таки тут целых два корпуса, да? Ну да, вот, собственно, да, я об этом хотел спросить, потому что театральная площадь уникальное место. Тут тебе и здание правительства, и здание вузов, и жилые дома тут у нас. И это же все разные собственники, получается, да? И как, собственно, это все вот... Конечно же, на стадии... Совместить-то, да. На стадии голосования, и на стадии дальнейшего вот того соучаствующего проектирования, привлечения всех интересантов, как я уже сказал. Если мы говорим о театральной площади, наверное, одним из основных интересантов этого является Вятский госуниверситет. И я думаю, что сейчас и студенты, и работники этого университета активно голосуют, в том числе и за данные объекты, чтобы поддержать их дальнейшее благоустройство. Ну и в последующем, как показала практика, университет принял активное участие и при проектировании парка Гагарина. Тоже территория, прилегающая к корпусам данного университета. Я думаю, что и здесь данная организация займет активное участие, потому что это, по сути дела, прилегающая территория и вход в корпуса университета. Тут, кстати, вот в описании, да, проекта... Что тебя удивило? Коллеги сообщают о скверах, которые будут реконструированы там, да, в процессе работы. Появление одного еще сквера студенческого, да? Во-первых, ну, хотелось бы понять, что за сквер, о чем мы говорим. То есть понятно, что это сквер, который с фонтаном. Это, вероятно, сквер, который с памятником Шаляпина. То есть, несмотря на то, что это вроде как уже не площадь, а ближе к улице Карла Маркса. Тот скверик, который между драматическим театром и вторым корпусом политеха, он тоже будет реконструироваться, да? Там, где дерево желаний стоит. Ну, по крайней мере, изображение соответствующее есть. Как раз и прилегающие скверы, и сквер вот через улицу Карла Маркса у кафе театральная, в том числе... А, даже и он. Они как раз рассматриваются в одном из дизайн-проектов для благоустройства. По студенческому скверу... Да что это вообще? Это какой-то новый будет сквер? Вот как раз, скорее всего, это та территория, которая прилегает к первому корпусу, где она обозначена на одном из дизайн-проектов. Это как раз территория вот перед входной группой первого корпуса университета. А, то есть, вот это главный корпус? Большого главного корпуса, да? Имеется в виду, там есть визуализация, по-моему, если не ошибаюсь, как раз выделить из участка театральной площади определенную территорию, прилегающую, и вот ее рассматривать как... И озеледить. В том числе, да. И очень меня удивил этот момент. Поверхность театральной площади планируется сделать ровной. Верно? Я правильно понял? В смысле ровной. Ну, то есть, не было склона от драматического театра вот в сторону главного корпуса университета. Одно из предложений как раз то, что и обозначается дизайн-проект, чтобы с учетом всех отметок и состояния рельефа театральной площади, это одно из предложений, которое вынесено, в том числе сделать уровень покрытия театральной площади, как раз вывести на единое, так скажем, дорожное покрытие. А нам театральная площадь нужна вообще именно как площадь? То есть, вот я вижу, что в проекте там говорится про гранитные плиты на той территории, где проходят парады, но при этом я, например, часто очень слышала от иногородних гостей и от кировчан, которые уехали жить в другие города, что театральной площади очень не хватает лужайки. Вот чтобы проводить общегородские какие-то мероприятия, не хватает лужайки, потому что там на асфальте или... Лужайки прямо вот озелененные. Ну, большой, да, большой зеленой территории, куда можно приходить, где можно пикники устраивать, потому что скверики все небольшие по площади. Ну, наверное, отмечу, что... Ну, как один из элементов дизайна, это возможно, наверняка. В каждом городе есть, наверное, самая центральная городская площадь, и вот театральная площадь, это как раз на сегодняшний день сложившийся в центре города, так скажем, открытая площадка для проведения различного рода мероприятий, как мы можем наблюдать. Ну, опять же, при дальнейшем проектировании мы изучим еще дополнительно мнение жителей, интересантов этой территории. Ну, здесь ведь опять, наверное, стоит учитывать различные мнения, которые есть. Для многих эта площадь там длительное время служит там проведением массовых мероприятий, парадов и всего остального. Для кого-то сейчас могут рассматриваться какие-то современные практики использования этих площадей в иных целях. Наверное, вот, исходя из того, что мы традиционно проводим на этой территории праздники Дню Города, Дню Победы, иные мероприятия, Новый Год в том числе. Ну, вот... Травка там, да? В центре театральной площади, наверное, создавать дополнительные газоны, либо какие-то иные пространства почвенные. Ну, вряд ли целесообразно, да? Наверное, к этому в ближайшее время придется. Давайте сделаем сейчас небольшую рекламную паузу, буквально несколько секунд. Напоминаем, что мы беседуем с Дмитрием Печенкиным, начальником Департамента городского хозяйства, администрации Кирова. И впереди у нас еще будет 10 минут на беседу. Продолжается программа «Дневной разворот». Дмитрий Печенкин, начальник Департамента городского хозяйства, администрации нашего города. У нас в гостях, я разглядываю сейчас фотографии, вот это дизайн проекта номер один, театральной площади. Я, Аня, понял, наконец, что мне это напоминает. Мне это напоминает охотный ряд в Москве. Да-да-да, я сразу же вчера увидела, да, вот это вот. Перепадики, вот эти зеленые зоны, лесенки, да, спуск, подъем, ну... Визуально похоже. Визуально похоже, да, достаточно. Давайте сейчас очень важно напомнить, раз уж мы говорим о том, что непосредственно горожане во всем этом могут поучаствовать, голосование за эти проекты, за эти девять проектов... Оно завершается через неделю. Через неделю. 30 мая. 30 мая. Голосовать можно. А, даже быстрее. А, 30 мая, то есть 30 мая. Быстрее, несколько дней осталось. Понедельник, понедельник у нас будет, последний день, голосовать можно на госуслугах? На госуслугах, через госуслуги, да. А городская среда, портал, он был вот на том, на предыдущем, да, когда отбор был... Ты когда заходишь на городскую среду, он тебя переводит А, перенаправляет. Заходим на этот же портал, но проголосовать можно через регистрацию на сайте госуслуг. Все, ясно. Запоминайте, если вы заинтересованы, если вам любопытно во всем этом поучаствовать, сайт называется 43.городсреда.ру, выбираете Кировскую область, и дальше следуете региструкциям, да, и проходите. То есть проголосовать можно за все девять даже. За понравившуюся территорию, за понравившиеся издание проекта. В оставшееся время мы хотели бы поговорить, в том числе, о тех проектах, которые уже были реализованы, да, потому что не первый год эта работа ведется, ну и к тому же у нас конец весны календарный, весь теплый, я надеюсь, все-таки будет теплый сезон у нас еще, будет тепло. Будет лето, ты надеешься. Что сделано и что в ближайшее время в плане городского благоустройства, изменения городского пространства будет сделано. На самом деле мы уже в текущем году приступили к ряду объектов по благоустройству территорий. И вот, наверное, стоит отметить, что как раз ведется работа на ряде объектов, которые ранее проходили процедуру голосования, которые были отобраны. Ну, из предыдущих объектов, которые уже выполнены, наверное, стоит отметить, что вот в том году делался сквер на пересечении улицы Провсоюзной, Карла Маркса, сквер трудовой славы. Еще ранее по результатам рейтингового голосования набережная на Авиатске делалась. Ну, вот такие знаковые объекты большие. В этом году ко многим объектам благоустройства мы уже приступили. Наверное, одним из самых знаковых, опять же, на территории Новоавиатского района, который постоянно активно голосует и поддерживает свои территории, выводит их в том числе и на уровень городских территорий. Сквер на пересечении улицы Советской и Банного проезда, это Советская 27. Работы по благоустройству сквера уже на сегодняшний день начались, ведутся работы. Что там предстоит сделать? Там, по сути дела, на этой территории, на этом пустыре, где раньше были аварийные жилые дома, они снесены давно. И вот как раз на этой территории, сложившейся в центральной части Новоавиатского района, будет, по сути, сделан сквер. Ну, как местный житель называет, это будет вот такая центральная площадь Новоавиатского района для проведения мероприятий. И к сентябрю месяцем, как раз по тому контракту, который заключен, эта территория должна появиться. Кроме того, у нас уже организованы и проводятся работы по ряду благоустройства пешеходных зон. И это мы все наблюдаем. Которые были отобраны в предыдущие периоды голосования. Объем работ в текущем году очень значительный. Несколько улиц, вот таких, в том числе, длительное время, так скажем, одиозных с точки зрения состояния тротуаров. Это и улица Лепси, есть участки Октябрьского проспекта, проспект строителей, вот до сих пор идут жалобы, и вот в течение летнего периода на этих улицах появится новое покрытие. Сейчас работы ведутся на участках Октябрьского проспекта, улицы Ленина, улицы Горького. Горького. Подожди, на Карла Маркса еще. На Карла Маркса работы ведутся в рамках другого проекта, это в рамках БКД. А, понятно, это то, что вместе с дорогами совмещено. Как мы говорили ранее, да, при ремонте проезжих частей, в том числе и работы по тротуарам, мы в этом проекте предусматриваем. Я, как житель одного из домов на улице Горького, ежедневно наблюдаю эти работы по укладке брусчатки. Вот буквально недавно на днях рабочие вышли уже непосредственно на перекресток Горького и улицы Воровского, буквально квартал от Сума. Но достаточно активно работы продвигаются, только ли смущает, вот сейчас меня одно, перепад вот этого нового покрытия и старого асфальтового, я не знаю даже. В смысле, у тебя есть где-то места, где они смыкаются, да, между... Ну, да, 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 да. Где-то участки... Уровень брусчаточки, он повыше, чем уровень старенького асфальта, я не знаю, как это... Ну, там лестница получается такая. Ну, в любом случае, перепад, он будет при завершении объекта сделан, чтобы он был либо какой-то пандус, либо уже... Скос какой-то, да. ...какой-то уровень выведен, да. Ну, вот на первых стадиях, как правило, когда устанавливаются там бортовые камни, это заметно, но при завершении работ такая задача перед каждой подрядной организацией поставлена, чтобы вот этих перепадов, либо их не было, либо они выходили на какой-то панус. Ну, речь идет тут в данном случае о четной стороне улицы Горького, я вот не понимаю, а не четная, не помню, вернее, а не четная будет точно так же укладываться. А четная сторона, это где парк, да? Нет, не четная, это где парк, четная, вернее, где парк, да, восточная, восточная часть, а вот я живу на противоположной, на западной, мне хотелось бы, чтобы и западная сторона не четная. Участок улицы Горького, он от Воровского до Комсомольской обозначен, сейчас, ну, сто процентов не скажу, но четная, нечетная сторона, если не ошибаюсь, в документации прописаны. Обе, обе, конечно, будут исключены участки тротуаров, которые делались в том, позатом году, и вот до улицы Комсомольской все, что оставшиеся. Да, там же просто еще школа тут рядышком, 57-я, да, пересечение Борького, Воровского, да. Да, до Комсомольской. Я, по-моему, уже задавала этот вопрос, или в этой студии мы спрашивали, почему все-таки выбор был сделан в пользу брусчатки? Она, мне кажется, ну, может быть, она попроще немножко в укладке, но она потом с точки зрения ухода, наверное, сложнее. По ней, например, говорят, не очень безопасно ходить, когда вот такой перепад в районе доля, да, то есть на ней даль такая образуется, а потом, наверное, невозможно там лед на ней долбить лобом. Ну, на самом деле у нас сейчас используется не только брусчатка, есть и асфальтовые тротуары. Исходя из территории, как мы и ранее говорили, когда оцениваем состояние покрытий, то есть здесь учитываем существующее покрытие. Ну, если берем Октябрьский проспект, у нас много есть участков, которые сделаны из брусчатки уже, либо территории, территории, прилегающие к магазинам различным, из брусчатки сделали, соответственно, ну вот рассматриваем, чтобы в едином стиле, в едином материале это делалось. В этом году у нас есть ряд участков тротуаров, которые будут делаться и с использованием асфальтобетона, в том числе. Ну вот, опять же, повторюсь, это исходя из той территории, которую мы благоустраиваем, ну, исходя из фактического состояния. То есть, если это в большинстве своем улице была сделана из брусчатки, просто ее требуется либо восстановить, либо дополнить те участки, которые там... Мы это планируем и делаем с точки зрения дальнейшей эксплуатации, ну, опять же, различные есть оценки при надлежащей укладке тротуарной плитки, либо брусчатке, и при надлежащем содержании, в том числе в зимний период этих объектов, в принципе, есть участки тротуаров, которые длительное время эксплуатируются, и после проведения земляных работ проще восстановить, да, участок брусчатки, раскопка ее разобрать, после этого сделать, чтобы после этого там заплата не получалась, как на асфальтовом покрытии. Ну, в летнее время брусчатка чем хороша, все-таки вот эти микропространства между, да, непосредственно... Между плеточкой. Это как дренаж для воды. Дренаж, да, вода очень быстро уходит, и в отличие от асфальтового покрытия, здесь, да, намного комфортнее, луж нету, действительно. Что еще, Дмитрий Александрович, кроме ремонта пешеходных зон? В текущем году также начаты уже работы по благоустройству дворовых территорий, в рамках этого проекта уже на порядка восьми территориях работы ведутся, 35 дворовых территорий по комфортной городской среде мы в текущем году должны благоустроить. Это примерно столько же, сколько и в прошлом, 36 в прошлом году было. На уровне этого года, наверное, стоит отметить, что работа, как мы говорили, на дворовых территориях, она еще более специфическая, потому что там и набор работ варьируется, исходя из каждого двора. Из пожеланий жителей в том числе. Здесь в любом случае мы работаем на дворовых территориях буквально каждый день под контролем всех, так скажем, инициаторов, жителей, которые каждый день приходят и уходят по этой территории. И вот эти работы также они организованы, чтобы до сентября месяца нам эти работы завершить и создать уже, по сути дела, в некоторых дворах, которые также длительное время не ремонтировались, новое дворовое пространство, которое жители сами для себя на первой стадии определили. А там напомните, пожалуйста, вот по федеральной программе делается, насколько я помню, асфальтирование, освещение и что-то еще, то есть вот этот минимум пакет. Есть минимальный перечень работ, это асфальтирование, дворового проезда тротуаров, освещение, это и малая архитектурная форма. Есть дополнительный перечень, в том числе это вот спортивные детские площадки, дополнительное парковочное пространство, либо какие-то иные элементы благоустройства, которые вот поверх этого перечня жители могут определить. Но это уже получается при софинансировании, да? В любом случае оба этапа они при софинансировании, просто дополнительный перечень работ, чем больше предусматривают жители работ, тем, соответственно, и софинансирование больше. Уже под конец передачи я вспоминаю, что две недели остается для Дня города. Так. Боже, 12 июня, не за горами, вот не знаю, несколько пунктов, что будет сделано, Дмитрий Александрович, до Дня города. Ну, традиционно, благоустроительные работы, как-то город почистить, прибрать, вот, традиционно, на что упор сейчас делается. В Дню города эти работы проводятся. Наверное, сейчас уже вот, учитывая, что времени очень ограниченно остается, основным из этапа благоустройства это будет оформление городских цветников. Конечно, мы продолжаем работы по уборке всех территорий и улиц, и территорий общего пользования. Единственное, вот, опять же, погодные условия немного с температурой мешались. Здесь планируем приступить к нанесению разметки в городе. Ну, и вот, уже приступили к кошению той травы, которая... О, кстати, да, это был нонсенс какой-то в мае. В таких погодных условиях, и дождь, и плюсовые температуры, вот, как раз, как мы видим, очень за короткий период времени у нас все зазеленело, в том числе и на газонах. И вот сейчас первым этапом задача поставлена до дня города провести кошение, в том числе, газонных частей на улицах города, потому что очень большой идет, так скажем, период произрастания всего этого, и вот первая задача сейчас справиться с кошением. Ну, да, природа как непредсказуемо идет. Очень жалко, когда я вижу, как вот эти вот газончики зеленые обрезают, и они превращаются в такую не очень привлекательную внешнюю. Ну, при уборке, при очистке улиц эти работы в любом случае как минимум три раза в год мы проводим, в зависимости от интенсивности цветения и растения. Противоклещевая обработка общественных территорий продолжается. Противоклещевая обработка, она уже еще в мае месяце организована в начале мая до Дня Победы, это и по городским кладбищам, и по территориям общественных пространств. Ну, вот все традиционные работы, они сейчас проводятся, и до дня города еще значительный объем работ будет сделан. И по покраске всех элементов, начиная от остановок, там, знаков, светофоров, ну, вот стоек, контактной сети, опор наружного освещения, эти работы сейчас более в активную фазу будут входить, с учетом, что если мы прогнозом... Доверимся? Доверимся, и дождей не будет, и минусовых температур не будет. Сейчас более активную фазу мы выходим. Подрядные организации, они работают без выходных, и вот как раз впереди у нас, кроме Дня города, еще есть ряд мероприятий. День молодежи в июне еще, и в Великорецком местах, вот он, да. С первым июня, вот на этой неделе у нас два района города, Октябрьский и Ленинский, отмечают свои юбилеи, и, соответственно, вот эта сопутствующая вся работа, она как раз организована и проводится. День рождения Ленинского района сегодня, по-моему, да? Завтра. А, завтра. Завтра. Ну и возвращаясь к тем большим проектам, да, благоустройству реконструкции парков Кирова Гагарина, в общем, с нетерпением ждем новостей, когда федеральный центр даст добро, действительно. Когда денег дадут. И будет известна сумма, вернее, подтверждена та сумма, которая запланирована для того, чтобы там такие масштабные работы провести. И хорошей погодой желаем. Ну, видимо, да. Первый час дневного разворота на этом завершаем. Дмитрий Печенкин, начальник департамента городского хозяйства, администрации нашего города. Спасибо, всего доброго. До свидания. Каждую пятницу мы совершаем поход в музей на концерт.